В поисках Атлантиды. О существовании легендарного острова Атлантида, жители которого атланты устроили у себя настоящий рай, впервые рассказал древнегреческий философ Платон. В своих диалогах Тимей и Критий он привел сведения о том, что этот остров находился за Геркулесовыми столпами, точнее, за Гибралтарским проливом, и неожиданно ушел под воду. С той поры Атлантиду пытаются отыскать в Средиземном море, в Атлантическом океане и даже в Тихом. Но найти ее не удается, а то, что находят, не отвечает описаниям Платона. Платон – древнегреческий философ, ученик Сократа, учитель Аристотеля. Платон писал, что Атлантида – великая морская держава, господство которой простиралось над всем Средиземным морем. Богатая природа позволила атлантам жить в роскоши, разводить лошадей и слонов, у них росли разнообразные плодовые деревья. Столицу Атлантиды окружали крепостные стены. В центре располагался прекрасный дворец правителей, средоточие богатств, редких изделий из золота, серебра, слоновой кости. Кругом были прорыты каналы, дома окружали сады. Сами жители Атлантиды были опытными наездниками, воинами и мореплавателями. Они вели торговлю со многими странами. Свою власть Атланти распространили на соседние страны вплоть до Египта. Но когда они пошли войной на Афины, бог Посейдон наказал их за эту дерзость. Море забурлило, земля задрожала, огненный смерч вырвался из горных массивов. Раскаленные камни и пепел падали с неба, и в течение дня и ночи остров ушел под воду. Произошло это около 9,5 тысяч лет до н.э. Аристотель сомневался в существовании Атлантиды. По его мнению, Платон выдумал всю эту историю. Он вообще любил фантазировать, импровизировать, сочинять. Но зачем? Зачем серьезному философу понадобилось выдумывать и так подробно описывать в двух своих сочинениях остров, страну и ее жителей, и настаивать на том, что все это он слышал от надежных людей, что все это правда? Сомнения вызывает дата, которую он приводит. Платон, конечно, знал, что 9,5 тысяч, 9 тысяч 500 лет назад еще не существовало Афин как государство. А лошадей в те времена не было даже в Европе, не говоря о слонах. Скорее всего, Платон произвел собственное вычисление. Если это так, то рассказанная им история гибели цивилизованного острова обретает совсем другой смысл, и выдумкой уже не кажется. Но где находилась Атлантида? На этот счет имеются разные мнения, порой самые противоречивые. Интересную мысль о возможном местонахождении Атлантида между Европой и Америкой высказал американский писатель Игнатиус Денелли в своей книге «Атлантида. Допотопный мир». Он писал, что в давние доисторические времена посередине Атлантического океана имелся континент с высокоразвитой человеческой цивилизацией. Население его составляли атланты. Эти люди на судах могли прибывать к берегам как Европы, так и Америки. Когда случился природный катаклизм, извержение вулкана и землетрясение, континент стал уходить под воду. Немногие его жители спаслись на кораблях, плотах. Часть из них прибыла в Америку, что объясняет возникновение там доколумбовой цивилизации. Постройку пирамид, появление, лето, исчисление. С 365 днями в году. А часть атлантов добралась до берегов Северной Африки и высадилась там. Туда они принесли свою культуру, свидетельством которой является возведение пирамид в Египте. Наследие атлантов распространилось по многим континентам, вплоть до Китая. У этой теории тогда не имелось никаких документальных доказательств, только природные совпадения. Например, Атлантида, по мнению автора, могла находиться среди группы Азорских островов, которые появились в результате вулканического извержения. Сегодня принадлежит Португалии, которая от берегов Европы находится на расстоянии 1460 км, а от Северной Америки – 3750 км. В этих местах глубины океана небольшие, но как бы поднимается кверху. Под водой исследователи находили даже якобы некий развалин, напоминающий улицы дома. Другой исследователь, немецкий археолог Эберхард Зангер, в книге «Потоп с небес», которая вышла в 1992 году, утверждал, что описанию Атлантиды, данному Платоном, полностью соответствуют знаменитые Троя, открытые другим немецким исследователям, промышленникам, влюбленным в греческую историю, Генрихом Шлиманом. Троя расположена в материковой части Турции. Она была самым развитым городом-государством, которое страдало от многих наводнений гигантских волн. По представлениям Зангера, около 1200 лет назад, случившееся в этой местности мощное наводнение смыло прибрежные порты и могло вызвать гибель Трои. С этой гипотезой не согласны ученые-сесмологи и вулканологи. Причем здесь Трои, которые находятся в Турции, в обратном направлении от Гибралтара, о котором писал Платон. Они убеждены в том, что Атлантида находилась на острове Тира, в Санторин, находящемся в Эгейском море. Культура атлантов, высокоразвитых цивилизованных жителей, распространялась на многие близлежащие острова, в том числе на Крит. Примерно 3500 лет назад мощное извержение вулкана на острове Тира привело его к частичному затоплению. Все было смыто огненной лавой и водой. От острова осталось только основание многокилометрового кратера. Образовавшиеся во время извержения вулкана гигантские волны высотой до 100 метров обрушились на расположенные неподалеку острова, в том числе и на самый большой остров Крит, на котором в описываемую Платоном эпоху также расцвела минойская культура, та самая, которая была на острове Тира. Волны уничтожили прибрежные порты Крита и его столицу Кнос. Проводившиеся в наше время на острове Тира раскопки обнаружили под 30-40-метровым слоем вулканического пепла остатки домов, которые принадлежали высокоразвитой минойской культуре. Во время археологических раскопок на Крите были найдены руины городов, улицы, дворцы, виллы, которые во многом соответствовали описаниям Платона. Но как он узнал о существовании погибшей Атлантиды? В своих диалогах Тимей и Критей Платон ссылается на египетские источники. Вероятно, что египтяне узнали о цветущих островах Тира и Крит от мореплавателей. Но когда корабли с Тира и Крита перестали пребывать, когда не стало заморских товаров, египтяне решили, что прекрасных островов больше нет. Эта история с годами обросла многими фантастическими подробностями. Передавалась из поколения в поколение. Именно ее впоследствии в своих письменах использовал Платон. Несмотря на многие свидетельства, что остров Тира – это остатки той самой Атлантиды, споры о ее местонахождении не закончены, и поиски утонувшей цивилизации продолжаются в Средиземном море и Атлантическом океане.